Передано также порядка 10 тысяч единиц оборудования, которые признаны на сегодняшний день судом как беспознанные. Это наибольшее количество в городе Казани и в городе Зеленодольске. Утилизировано практически 43 тысячи единиц данного аппарата. Вы можете видеть, наглядно, что представляет из себя игорный аппарат, игорный, можно сказать, то, с чем мы сталкиваемся в своей повседневной деятельности, при изъятии тогда осуществляют сотрудники участкового полномочия, сотрудники В, то есть сотрудники по борьбе с организованной присутствием. Можно сказать, что на сегодняшний день результаты, которые имеются, мы действительно перекрыли и существенно перекрыли, если сравнивать с аналогичными периодами прошлых лет, то есть за 13-й год на сегодняшний день. Все возбуждены уголовные дела, которые раскидываются Следственным комитетом и которые, можно сказать, на порядок превышают те результаты, которые были в 2013 году. На территории республики Тарсан за прошедший период было проведено и осуществлено порядка 2,5 тысячи проверок игорных заведений. При проверках было изъято, я уже повторяю, 43 тысячи единиц оборудования. Было составлено порядка 2,5 тысячи административных протоколов. Но здесь это новые статьи, которые введены в Кодексе административных правонарушений. Статья 14.1 КОАД. Практически в два раза увеличилась сумма штрафов, она на сегодняшний день досягает порядка 10,5 миллионов рублей. Это наложены те штрафы, которые в Кодексе административных правонарушений. За 9 месяцев 2014 года в сфере егорного диска Мы не считаем здесь уголовных делах преступления, которые связаны с получением должностными лицами взяток, превышением должностных полномочий и так далее. По уголовным делам на сегодняшний день проходит порядка 50 человек. На сегодняшний день непосредственно по статье, предусматривающей ответственность за организацию незаконного и горного бизнеса, вы знаете, что это 171 статья, прим. 2 УК Российской Федерации расследует с сотрудниками следственного комитета, на сегодняшний день выявлено 5 преступлений. Говоря за управление экономической безопасности, я могу сказать, что на сегодняшний день по нашему делу проходит порядка 15 человек. Это по первому делу будет возбуждена статья 250-я организация преступного сообщества. На сегодняшний день идет расследование следственного комитета и второе уголовное дело, по нему проходит 8 человек. Люди находятся и под домашним арестом, и под подпиской на нее выявили, и есть ряд ключ, которые содержатся в следственном изоляторе. Можно сказать, что по первому делу, там, где у нас было выявлено, связано с лотерейным бизнесом, так называемым, с использованием интернет-технологией, но, по крайней мере, пока, так как расследуются и вообще аналоги, которые присутствуют у нас на сегодняшний день, это фактически уголовное расследование, то можно сказать, что всего лишь два дела таких. Значит, это в Томске, можно, действительно, аналогичные уголовные дела с использованием интернет-технологии и у нас. Продолжение следует...